2 декабря в Красноярске состоится молодежный добровольческий форум с говорящим названием Доброфорум. Проходит он уже второй год подряд. На площадке соберутся активисты-добровольцы со всего края. И подробности прямо сейчас узнаем у организаторов и непосредственных участников. У нас в гостях Наталья Михайловна Хромых, директор Красноярского волонтерского центра Доброе дело и опытный волонтер Антон Конев. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Наталья, но не секрет, что в нашем городе проводится очень много различных форумов разного направления. Вот чем Доброфорум отличается от других? Ну, наверное, этот форум отличается тем, что к нам сюда съедутся самые добрые люди со всего края. И эти люди, они будут работать в рамках этого форума, придумывать, наверное, новые проекты и совершенствовать свои проекты. Которые уже есть, которые уже воплощаются на территории нашего края. Но мы знаем, что этот форум проходит под лозунгом «Синергия возможностей». Немного витиевато название. Что это обозначает? Да, «Синергия возможностей» означает объединение наших возможностей. Потому что мы знаем, что и умеем пользоваться разными технологиями, но не всегда почему-то ими пользуемся. И мы говорим о том, что сегодня в рамках Доброфорума мы постараемся вскрыть наши возможности, которые у нас имеются в рамках этой деятельности, и попробовать объединить. Мы говорим о том, что сейчас Добрые Дела могут делать люди разные, вне зависимости от профессии, от возраста, даже от ограничений здоровья. Поэтому мы в рамках этого мероприятия постараемся объединиться, что ли. Ну а скажите, если так уж, если все могут делать Добрые Дела, мы в этом чуть не сомневаемся, во время форума тоже будут происходить какие-то Добрые Дела? Ну во время форума, конечно, будут происходить Добрые Дела, и я считаю, основная идея, наверное, этого форума и то самое основное Доброе Дело, наверное, состоится в том, что придя туда, даже если вы не являетесь добровольцем, или пока не делали Добрые Дела, вы можете начать их делать, потому что вы увидите примеры, вы сможете даже зарегистрироваться. Ну то есть зарегистрироваться, стать Добровольцем, понять, куда можно пойти, кому можно примкнуть и где, как можно сделать Добрые Дела. Человек, если зайдет на Добро форум, его замотивирует, он становится. Конечно, зарегистрироваться в Добро. Да. Как социальная сеть, получается. А какой, в принципе, будет программа форума, что люди смогут там делать, просто общаться или какие-то площадки? Ну у нас форум разделено на две части. Первая часть – это официальная часть, пленарное заседание, где мы будем много говорить, вот как раз объединение наших возможностей, а вторая часть, она такая образовательная, потому что к нам приезжают сами добровольцы-активисты, приезжают специалисты добровольческих агентств, где представлена для них обширная образовательно интересная программа, потому что мы постарались учесть все эти интересы и, собственно говоря, для них сделать эту программу интересной. Вот. Ну и плюс у нас есть экспо, ну то есть в рамках Добро форума будут представлены лучшие проекты Красноярского края, города Красноярска, лучшие организации, общественные добровольческие агентства, ну где можно будет поучаствовать в форме интерактива, ну принять какое-то участие. Ну по крайней мере с этими организациями уже познакомиться поближе. Антон, расскажите, а вы как стали волонтером? Ну у меня было рвение души, именно помогать людям, менять мир в лучшую сторону, и поэтому я лично пришел в волонтерский центр, сказал, я хочу быть добровольцем и меня принимаю. И много ли добрых дел уже у вас в копилке? Да, и какие уже дела у вас есть? На данный момент у меня 119 выполненных социальных заявок, заявок социальной помощи. Это первое место по всему краю. 119, невероятно. А скажите, а что приходится делать? Заявки бывают разные. Это и сопровождение людей с ограниченными возможностями здоровья, и помощь пожилым людям, помощь детям, участие в каких-то мероприятиях добровольческих. А вы как-то своих друзей привлекаете вот в это все дело? Да, я привлекаю своих друзей, поскольку молодежь. А как-то соглашаются молодые люди сегодня заниматься именно добрыми делами? Ну, к сожалению, в основном этим занимаются только молодые люди, потому что взрослые как-то, вот я работаю, то есть я не успеваю. Взрослые уже под грузом от быта, да, наверное? А получается, соглашайтесь на все добрые дела, есть, допустим, такие очень сложные, ну, есть же там что-то простое. Нет, ну, требующие квалификации. Ну, да, например, скажите. Наиболее сложная это работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья. А кто лучше справляется, Наталья, скажите, девушке или юноше? Наверное, лучше Антона спросить. Антон погружен, да, непосредственно. Я думаю, что, да, погружен, я думаю, что, в принципе, одинаково, смотря кто как, ну, то есть в зависимости от ситуации, наверное. Антон, ну, по крайней мере, тогда у вас спросим, а кто больше стремится делать добрые дела, все-таки парни или девчата? Больше девушек. Да, наверное, да. Больше девушек, молодых девушек именно? Да. Ну, а с чем это связано, не можете сказать? Наверное. Ну, нет. Но может быть, как-то так себя готовить к материнству или... Ну, видать, просто девушке добрее. Наверное, сострадает девушка просто добрее, и все. Скажите, ну вот, что бы вы могли посоветовать тем, кто вот сейчас смотрит нашу программу и, может быть, только задумывается о том, чтобы вступить в волонтерское движение и начать делать добрые дела? Вот что бы вы посоветовали и сказали, что, ребята, не бойтесь, давайте приходите, мы вас всему научим, и вы будете делать то, что действительно требуется людям? Ну, делать добрые дела – это очень здорово, потому что это тренируется и стрессоустойчивость, ответственность, коммуникабельность. Этого бояться не нужно, если есть, то есть желание помогать, какое-то душевное такое, чтобы чувствовать себя полезным, то нужно идти. Ну, можно сказать, что это, наверное, очень большая эмоциональная отдача от тех людей, которым вы помогаете, поэтому это подпитывает, и это очень, очень здорово, я бы сказала. А много ли, получается, действительно заявок приходит на добрые дела, много ли люди вообще просят? Ну, так как мы сами являемся добровольческим агентством в городе Красноярске, заявок много, заявки разные на самом деле, в основном это, конечно же, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Не всем, конечно, мы можем помочь, потому что есть разные ограничения и так далее, но мы стараемся выполнять их, ну, порядка, наверное, 20 заявок в неделю. Но, тем не менее, а вы работаете в тандеме с другими организациями? Да, конечно, да, конечно, мы очень тесно работаем с краевым студенческим отрядом, с разными общественными организациями, поэтому, так как мы работаем с несовершеннолетним, ну, можно сказать, что больше такой несовершеннолетней молодежи, от 14 до 20 лет максимум, вот, это говоря о нас конкретно. Поэтому те заявки, которые требуют большой силы, например, мужской, мы работаем с краевым студенческим отрядом. Давайте еще раз всех пригласим на то, на это событие, когда состоится, еще раз напомним, когда, где и во сколько приходить. 2 декабря в Микс Максе с 10 часов до 5 часов вечера приходите на Доброфорум, мы сделаем много полезных добрых дел вместе с вами. Спасибо большое, будем надеяться, что действительно люди прислушаются и больше дел добрых у нас будет проходить. Но я напомню, в гостях у нас были Наталья Михайловна Хромых, директора Красноярского волонтерского центра «Доброе дело» и Антон Конев, самый лучший, наверное, волонтер в Красноярском районе. 119 уже добрых дел в копилке. Это только за год. Это только за год. Спасибо вам большое за вашу работу, надеемся, что еще больше будет присоединяться людей к вашему движению.